К празднованию Дня Донецкой Народной Республики в художественном музее Арт Донбасс состоялся показ и открытие виртуальной выставки «Дневник Виктории». Не первый год именно к празднованию Дня Республики всегда мы готовим выставку работ наших художников, но в этом году вот так совпало, что мы после более чем год не виделись с нашим другом Анатолием Дзюбаном, который уже в течение пяти лет радует нас работами своих учащихся со студии «Степь». И Анатолий Николаевич привез нам рисунки. Если работы ребенка попадают в архивы, в коллекцию художественного музея, то хочется уже говорить не как о ребенке, а как о художнике. Она уже своим вот этим вкладом уже сделала какой-то прогресс. Название выставки необычно, как и сами работы. Это не простые детские рисунки в мечтах о прекрасном, как это принято у девочек. Это серьезные лица защитников Донбасса, уверенных и сильных с единой целью и верой в победу. 16 портретов, которые написала юная Виктория Козлова, приковывают к себе взгляд. Однозначно уже после первого и второго портрета мы поняли, что нужно нам показать эту выставку. Ведь каждый портрет – это действительно прожитая жизнь. И взгляд, который уловила девочка в снимке и переданное – это состояние души человека. Все они, во всех в облике читается мужество, уверенность. И действительно уверенность в светлое будущее. Если не мы, то кто? Виктории Козловой 15 лет. Родом она из села Павловка Донецкой области. Любовь к рисованию у девочки появилась с детства. Почти 8 лет она была воспитанницей народной студии изобразительного искусства «Степь» под руководством Анатолия Дзюбана. Первые успехи ее пришли буквально через год. Через год. Она владела всеми видами материалами. И начиная где-то с 2017 года, она уже начала на республиканских, тогда еще всеукраинских конкурсах занимать призовые места. Ну, и я уже понял, что это меня подарил Бог такого человека, что нужно с него лепить художника уже. Есть ребята, которые нужно 10 лет, пока вытянет их способности, дотянешь до прежнего уровня. Но они все равно не такого уровня. А это ребенок, вот ему скажешь, вот так вот надо рисовать, она больше эту ошибку повторять не будет. Весной 2022 года начались боевые действия по освобождению села Павловки Маринского района. В этот период девочка со своей семьей укрывались в подвале своего дома от обстрелов со стороны ВСУ. Когда 24 февраля начались боевые действия, то у нас уже в студии прекратилось занятие. И мы же просто по телефону созванивались. А вот так уже просто ходить туда-сюда, потому что украинские войска находились в селе, и там уже не походишь просто так. Потому что и проверяли, и спрашивали, так что каждый не тыкался. А вот когда уже вошли российские войска, сначала, ну да, российские войска зашли 12 марта, 12 марта. Вот тогда я первый раз уже пошел посмотреть, как Вика и ребята. Потому что в одном подвале находилось две ее сестры, которые великолепно рисовали. Вика все вот эти портреты создала в 14 лет. Пережить это нелегкое время Виктории помогла любовь к изобразительному искусству. Девочка рисовала все подряд. И это отвлекало ее от постоянных обстрелов и ужасающих звуков округи. С детства я люблю рисовать, и несколько лет проучилась в изобразительной студии стиль. Именно мое увлечение рисованием помогло мне скрасить и разнообразить те тяжелые недели, которые мне пришлось привести в погребе нашего дома во время разношенных боев в апреле-майе 2022 года. Мои сестры, Оля, Ксюша, мои родители, наши соседи. Все это время мы жили там, готовили кушать и даже пекли пасхальные куличи. Я же рисовала все, что попадалось мне на глаза, начиная от стеклянных банок, керосиновые лампы, ну и заканчивая тем, что когда была возможность выйти во двор, я рисовала цветущие деревья и весенние первые цветы. Анатолий Дзюбан старался поддерживать юную художницу во время ожесточенных боев в селе. Практически каждый день приносил ей все необходимые материалы для художества. Я пришел, Вика как рисовала до войны, вот так она и продолжала рисовать. Никакого комплекса, никакого страха. Да, было страшно, но у нее это не проявлялось. Она просто делала свою работу. Если посчитать, за два месяца 75 работ. Она каждый день делала одну-две работы. Когда же в Павловку зашли российские солдаты, именно тогда Виктория и начала писать портреты наших защитников. Когда уже всех она перерисовала в подвале, кто находился, уже по два-три раза, я предложил, я говорю, так, Вика, значит, сделаем так. Зашли российские войска, значит, я говорю с солдатами, и ты будешь рисовать портреты. Да давай, Николаевич, будем рисовать портреты. Я рисовала солдат, которые освобождали наше село. Все они из разных уголков России, у каждого. Своя история, свой характер и всех их имен я даже не помню, потому что у некоторых вообще были только позывные. Они приносили нам угощения, с удовольствием позировали, и в итоге получилась серия интересных портретов. Я ходил, договаривался со солдатами, понятно, что никто приходить позировать в такой обстановке там не сможет. Но все приходили, потому что всем было интересно, что это за девочка, когда вот тут все стреляется, летает, бахкает танки, и она сидит рисует просто так. Вот понятно, что в такой момент ходить по селу фотографировать нельзя. Ну, я просто ходил, фотографировал разрушение. И вот ко мне сзади подходит лейтенант. Мужчина, что вы тут делаете? Это нельзя делать, давайте с вами проверим. А у меня были рисунки. Да, говорю, я иду, вот девочка тут рисует, это раз, так пачку работы достал, он так глянул. Так, где это девочка? Да, говорю, там в подвале, пойдемте покажем. Да, говорю, их там шестеро. Ладно, я сейчас зайду еще и конфет там, огущенки наберу. Военнослужащий России Егор из Хакасии также вспоминает о том времени, когда юная художница писала его портрет. В марте 22-го года мы освободили поселка Павловка от ВСУ. Там я познакомился с Анатолием Николаевичем, который рассказал мне про юную художницу, которую он обучал. Которая на тот момент жила в подвале и рисовала портреты своей семьи. Потом произошла ротация и мы поменяли направление. Перед отъездом Анатолий Николаевич попросил разрешение сфотографировать менять, чтобы Виктория смогла нарисовать мой портрет. Спустя 8 месяцев я с ним связался. Он через телеграмму отправил мне фотографию портрета. Он очень хорошо получился. Виктория молодец. Виктория очень талантливый ребенок. Желаю ей только добра и всего хорошего. Все портреты девочка создавала при тусклом свете лампы. Но ничто не смогло помешать ей отобразить то, что видела и чувствовала юная душа художницы. Она просто делала свою работу в военное время. И это очень приятно. Я думаю, что она не просто сделала вклад в развитие творческого искусства Донбасса. Ну, наверное, России. Потому что я не думаю, что таких ребят много. Их много. Но они не могут так рисовать. Она сумела. Она сумела не просто себя перебороть. Она сумела просто делать хорошо свою работу. Смотришь на этих ребят и думаешь, ну, вроде какие они разные. Нет, они все. Они все едины духом. И это настолько важно, что 14-летняя девочка через свое творчество смогла показать и перенести вот это состояние на лист бумаги. У нас уже есть договоренность. Мы показывали уже эти работы нашим коллегам. И я думаю, что в скором будущем эта выставка будет представлена в ведущих музеях. России, в том числе и Москве. Это крайне важно показать в регионах и творчество девочки, и защитников из этих регионов. После освобождения села Павловки Виктория и ее семья переехали в город Владимир, где она продолжает обучение изобразительному искусству и ведет активную творческую деятельность. Участвует в городских, областных и международных конкурсах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова